Привет, друзья! В этом видео вы увидите необычную трехсемидольную рассаду. Я расскажу о поливе и досветке, а также поделюсь своими секретами выращивания баклажанов. В предыдущем видео о баклажанах я посеял семена, накрыл их пленкой и поставил в теплое место. Итак, давайте продолжим следить за развитием растений. Какие манипуляции надо сделать на следующем этапе? Очень важно не пропустить момент появления всходов. Периодически проверяйте рассаду на всходы, заглядывая под пленку. Не надо делать это слишком часто, чтобы не снижать уровень влажности под пленкой. Чтобы не пропустить момент появления всходов, достаточно заглянуть под пленку два-три раза за день. Всходы появляются у каждых сортов в свои сроки. Так, первыми из посевов баклажан появились у меня на свет ростки сорта черный красавец. Они проросли уже на второй-третий день после посева. Всходы сорта алмаз порадовали меня уже на третий-четвертый день. А всходы сортов мурзик, черная масть, кумир и гибрида рома F1 появились на четвертый-пятый день после посева. Напомню, что я сеял пророщенными семенами. Как только появились всходы, я убираю горшочек из-под пленки, но не спешу ставить его на солнце. Это грозит солнечным ожогом нежных листьев, так как на ростке находится много конденсата. Необходимо вначале дать обсохнуть ростку. Обычно на это уходит пару часов. Далее следует выставить его на дневной свет и при необходимости включить досветку. Хочу показать кое-что интересненькое. Видите, на одном из росточков появилось не два, как обычно, а сразу три семидольных листика. Можно, конечно, его сразу съесть и желание загадать, как это делается с пяти лепестковым цветком сирени, но я решил его оставить и посмотреть, что из него вырастет и какой будет урожай, если будет. А сейчас настала пора проретить посадки и оставить необходимое мне количество растений. Я оставлю где по одному, а где по два самых сильных растения каждого сорта в горшочке. Я планирую узнать урожайность с каждой лунки с моими растениями, которые посажены по одному в лунку и урожайность растений, посаженных по два в лунку. Теперь о поливе. Баклажаны не любят высокую влажность воздуха и попадание воды на листья при поливе. От этого они быстро поражаются грибковыми заболеваниями, особенно часто черной ножкой. Поливы рассады в первые 10 дней очень сильно ослабляют растения. Я поливаю рассаду баклажанов только тогда, когда на глубине фаланги пальца все подсыхает. Но на такой глубине почва должна быть всегда влажной. Делаю я это в утренние часы для профилактики черной ножки и обязательно теплой водой. Что сейчас я и сделаю. Сейчас я буду первый раз поливать рассаду баклажанов сорта черный красавец и алмаз. Семена этих сортов зашли первыми и почва уже подсохла на глубину фаланги пальца. Но вначале я сделаю бортик по периметру горшочка. Часто между почвой и стенкой горшочка образуется щель, через которую вода может беспрепятственно выйти снизу горшочка, не успев хорошо промочить весь земляной ком. И немного присыплю грунтом стебелек, чтобы при поливе вода его не касалась. Перед каждым последующим поливом я сдвигаю бортики, чтобы закрыть щели. После полива подсыпаю грунт в образовавшиеся промоины. Теперь о температурном режиме для рассады. В первую неделю дневная температура должна быть около плюс 18, а ночью около плюс 13 градусов по Цельсию. Через неделю температуру днем нужно повысить до плюс 25, плюс 28 градусов, а ночью оставить плюс 13 градусов. Высокие температуры ночью и недостаточная освещенность днем приводят к вытягиванию растений. Перед высадкой в открытые грунты или теплицу рассада баклажанов должна соответствовать следующим основным параметрам. Высота растений 20-25 см, количество настоящих листьев 6-8 и цвести рассада пока не должна. Теперь о досветке. Для расточков свет важнее питание. Продолжительность досветки зависит от яркости и спектра ваших ламп. Лампа не должна нагревать рассаду. Ваша ладонь, расположенная на высоте рассады, не должна чувствовать тепло от лампы. Оптимальная продолжительность светового дня в рассадный период от 10 до 12 часов. Баклажаны требуют долгой ночи, по 12 часов. Я заметил, что при ярком солнышке и хорошей досветке семидольные листочки через 10 часов после начала светового дня начинают движение навстречу друг к другу, как бы складываться. Обычно они развернуты на 180 градусов. Возможно, растение как бы пытается увернуться от солнечных лучей и лучей досветки. Причем при пасмурной погоде досветки лепесточки начинают это делать чуть позже, через 12 часов. Вот посмотрите, это рассада утром, а это рассада вечером в конце светового дня. Поэтому позже, когда световой день будет превышать 12 часов, следует затенить рассаду, то есть создать условия короткого дня. Этот прием ускоряет начало цветения и плодообразования на 2-3 недели. Свет оказывает большое влияние на развитие корневой системы. При хорошем освещении она развивается быстрее, чем надземные органы растения. Если снижается интенсивность освещения, необходимо принимать меры для снижения температуры воздуха и почвы. Если есть такая возможность, в пасмурные дни дневную температуру надо снижать на 5-6 градусов, чтобы рассада не вытягивалась. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал. Пока, друзья!